Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. И вначале расскажем о погоде. Доброе утро. Юго-восточные 5-10 метров в секунду. И днем будут порывы до 18. Температура ночью 6-8, днем 19-21 градусов тепла. Наш сегодняшний гость проявляет активную деятельность во многих сферах жизни. Он профессионально занимается спортом, выигрывает на различных соревнованиях, работает тренером и является представителем газеты «Ас-Салам». Гость нашей сегодняшней программы – Мурат Коготов. О спортивной подготовке и о призах, которые готовит их газета в эти минуты в нашей студии, Мурат расскажет моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Мурат. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в студию. Мурат, вы человек очень деятельный. Я знаю, что в разных сферах деятельности вы проявляете свои таланты. Помимо того, что вы профессионально занимаетесь спортом, являетесь тренером, выступаете на различных соревнованиях, вы являетесь представителем газеты «Ас-Салам». Что касается вот этой газеты, я знаю, что она теперь выходит еще на новых каких-то языках. По-моему, английский, турецкий. Турецкий, да. И вы проводите традиционно розыгрыши. Какие призы будете в этом году разыгрывать? Да, мы первый раз в этом году провели. Были очень интересные призы, картины, цвета священного Корана, бытовая техника. Много интересных призы было. Кухонный комбайн. Супер призом была поездка на святые места. Мекву и Медину. Малое паломничество. Малый хаж называется. Человек выиграл. И сейчас будете проводить, да? Да. На следующий год. Мы каждый год проводим в феврале. На этот год мы тоже собираемся провести такое мероприятие среди подписчиков, которые подписались на 2021 год. Тоже хотим разыграть три путевки на курорты Карачао, Черкесии, Архаз, Дамбай, Тиберда. И еще одну путевку. Супер приз на Малое паломничество. Что касается вот этой газеты, она не ортодоксальная. Она не поддерживает какие-то ортодоксальные взгляды. Она пропагандирует семейные ценности, еще много чего хорошего. Вот основные цели, задачи. Да, на самом деле газета для семьи очень актуальная. Каждый человек в семье находит себе интересные рубрики, начиная от родителей, заканчивая детьми. У нас читатели и молодые, и взрослые. Мурат, а в самое ближайшее время, что касается ваших спортивных достижений, собираетесь на соревнования? Да, у нас сейчас начинается сезон после пандемии, можно сказать. У нас перерыв был, кстати, все знают, и никто не мог выступать. Вот сейчас у нас в Москве чемпионат России. Вот готовимся к чемпионату России. Дальше, если получится, хорошо выступить уже на чемпионат мира. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе. Желаю вам успехов во всех сферах вашей деятельности. Спасибо большое. Хотел в пользу случая поблагодарить всех зрителей. У нас как раз стартует на 2021 год подписная кампания. Казета называется «Добрая». Хочу всем зрителям пожелать добра и мира, чтобы в каждом доме был мир и здоровье, чтобы люди друг друга понимали. Спасибо. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия-1». Ровно в 9 смотрите программы «Карачаевская редакция» в 14.30 «Вести» с Аллой Дзинаевой. Удачного вам дня и встретимся завтра. Девчонки, они снова приехали! Шубы от Снежки в Черкесске в Центре развития предпринимательства с 10 по 13 октября. Рассрочка на 3 года без первого взноса и меховой жилет гарантирована в подарок. Ой, да с такими условиями я сама побежала! Лови! 91,2 – наша волна! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова